Позвольный вопрос. Будет ли проходить под знаком мира и обретенного братства между людьми и народами в начинающиеся столетия? Конечно, мы не можем предвидеть будущего, но мы можем установить требовательный принцип. Мир будет в той мере, в какой все человечество сумеет раскрыть свое изначальное призвание, в какой достоинство и слава личности. Думаю, что мы не можем предвидеть, что мы не можем предвидеть, что мы не можем предвидеть, что мы не можем предвидеть. Нынешний мировой контекст, отмеченный динамизмом глобализации, может получить от такого сознания дух, смысл и направление. В таком роде процессе, хотя и не лишённых опасностей, присутствуют исключительные и многообещающие возможности, и могут еще и все превращаться в одну единственную семью, основанную на ценностях справедливости, радости, солидарности. Для этого следует перевернуть перспективы. Над всем должно преобладать не частная блага какой-то политической, расовой или культурной общины, но благо человечества. Стремление к достижению блага какой-то отдельной политической общины не может противоречить общему праву человечества целому, выраженному признанию и уважению человечества прав функционированной всеобщей декларации прав человека 1948 года. В силу этого должны быть преодолены концепции, практика, зачастую обусловленные и определяемые сильными экономическими интересами, которые обещают, считающимся абсолютным понятием нации и государства, любую другую ценность. Получительство, определенные, профессиональные деяния и государства, любительские человечества, которыми оно руководствует, живут собой незаконными, стольными, в какой они согласуются с принадлежностью человечественной семье и с вытекающими из этого и терпочными и юридическими требованиями. Из этого принципа вытекает следствие огромный волк, что оскорбляет права человека, оскорбляет человеческую жизнь. А вот, оскорбляет права человека. Долк, всякие права по этому выходят за пределы географических и политических границ, в которых они попираются. Преступление против человечества не должно рассматриваться, как внутренние дела какой-то страны. Дальше того обсуждения международного государства, требовало судить их, где да и кем бы они не совершались, не становится собой осуществлен в таком смысле. Не должна благодарить Бога, если сознание народа географических будет продолжать крестность убеждения в том, что права человека не имеют границ, ибо они всеобщи, а не ответы. В наше время умеются ли случаи войны государства. Этот факт, утеснитель, встанк у себя, стоя по факту, жестко пересмотреть, если принять вниманием, вооруженными конференциями происходящие вновь реакционных государствах. К сожалению, они весьма многочисленные. Существуют практически нахерные, нередко носят предельно нахерные церкви. Более того, они находятся нахерные, 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 и, нахерные,antaежные, которые имеют значение изображение из геологического, субтитров и экономического порядка. Эти внутренние конфликты LiuTiq